всем здравствуйте еще раз всем привет с вами как всегда я лёха мы не контарадон находится на канале hard games и сегодня второй выпуск 2 серия посвященной игре ведьмак дикая охота пройдем его от начала до конца и сделаем все по красоте уровень сложности на смерть ошибок игра не прости так ну все приступаем тот раз в окрестности в деревне белый сам казалось что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг и все же она оставалась не уловим но пока чародейка неуловима ребята не забывайте сразу же поражать лайк подписаться на канал колокольчик там поражать рядышком и кто хочет оформить спонсорку там прям спонсировать от 25 рублей спасибо вам за поддержку если что стримы каждый день на канале твича если что-то меняется то пиши на своей странице вконтакте если написал забил болт и пошел спать так что добро пожаловать обязательно подписывайтесь на канал и вечерние стримы там заходи у нас классно егор я прочитаю донатик ой ведьмак все равно вот ведьмак это вот прям вот выход на новом бы компьютере на ведьмаке сыграть в ведьмакам сыграть это было бы круто так в той серии в той серии мы с вами ой какая графика господи в той серии мы с вами накостыляли вышли один против ну можно сказать двоих все-таки будем откровенны и вышли победителями пока у нас ноль смертей нас никто не убил смерти будем считать вы знаете так как играем ребят на максимальном уровне сложности вы уж меня извините за любознательность но пожалуй я наверно пройдусь и везде все осмотрю потому что как бы вам сказать ведьмаки пока не понял кто там пукнул все сторону ведьмака что он делает извините может нам конь квестик бы кто не дал нет никому помощь даже не нужно ну что ж такое то я уж хотел чем тут взять подрез много работа на что утром в дороге чертяка мне нравится когда мне называют может быть где-нибудь тут будет очень коробочки какие-нибудь в курятник я явно не полезу о доска объявлении где а вот и вот здесь так обычно геральта внимательнейшим образ изучает края куда его заносит судьба никогда не знает что известного можно найти за поворотом дома в опасности купца в общем эта доска с объявлениями из квестами давайте проще скажу чтоб не пудрить вам голову мы естественно с вами возьмем все вообще все и выберем самые интересные квесты на прохождение ну а если какие квесты пропустили вы напишите мне в комментариях лёха дай нам вот тот самый квест нам он был интересен и мы с вами следующую серию пройдем так что обязательно пишите это очень 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 важно так когда я одно из заданий обновиться с левой стороны экран появится сообщение об этом отслеживать задание посмотрим вилле гном что здесь произошло а вот кто-то прохладно не стала ночью вот я и развел огонь под кузней потоленске вала так приятно за 1 колбаску пожарил но как ты думаешь что случилось баран спалили мне холупу мастерскую со я потерял так ну сделаем ему скидку на то что он гном все гноми они святые не очень жаль не очень жаль и кого-нибудь подозреваешь да всю деревню я живу здесь полвека своим считаю а все поменялось когда пришли черные везде враги единственный кузнец в округе что приходится и на гарнизон работать стопудов липаю пугнутые панцири отковы ставлю все такое кузнец полноценный эльфгарцы не платят и гроша дают только материалы и приказывают а люди не верят они думают что я богатею на их несчастьях сплю на кучу золота вроде как дракон перестали со мной разговаривать приют при виде меня а теперь вот это ты же мой родной давайте поможем но это это ребят кузнецу сам бог велел помочь ну зашу его спалили то я могу поискать поджигатель я могу найти этого поджигателя если ты готов заплатить немного у меня осталось но я дам тебе все лишь бы ты привел этого сукина сына ночь пожара я слышал как что-то шевелится за хатой за там потом поглядел никаких следов не нашел у меня же нет кошачьих глаз ладно удачи за хатой интересные места это понятно так но подождите но это стопроцентная кузня точильный камень я почему сразу skyrim вспоминаю ваши вещи были улучшены а на время баф дается до точила позволяет на время улучшить оружие увеличить наносим урон короче баф такой временный баф так ну чтож давайте почекаем что тут вообще происходило у нас сожалению почему-то ведьмак наш ничего особо и не видит за домом ребятки не следов ничего нет сожалению может быть где-то здесь черным дает лишь бы нам солнышко светло то там кому дает так ну паха там что-то как-то грешно лазить но соблазна слишком велик так я так думаю что я наверное не выбрал задание мне так кажется ведьмачьи заказу да между прочим лихо у колодца близких давайте отслеживать до отслеживать а вот появилась до задания спасибо так ну чтож давайте посмотрим найдем этого мамкиного поджигателя но это крестьянин обычно воды тут какие-то пригодится и пацан у тебя с рожей бороду сбрил что началось то даже в игре дружка от огниво поджигатель похоже зажег здесь факел бросил его на крышу а потом вошел в сторону сада следи сапог мужские большого размера так где тут этот поджигатель 228 смердит человеческой мочевой и водкой короче обоссанный мужик с большим размером ноги пьяный ну как минимум я этот уж мне следователем куда не пойти я прям сыщик опять мне косули деревца папа щипали бывает поесть хотели вот папа щипали он снял бы шмаки и вошел в воду видно хотел запутать следы о ай че такое населенная местность это понятно и че так укрот там свой закрыл рыбацкая сеть удочку мне надо по воде надо аккуратненько ходить а то можно так доходиться на этом все здесь же закончится так а куда же наш этот товарищ пошел снял ботинки да а вот он он снял башмаки и вошел в воду видно хотел запутать следы вошел все-таки воду здесь следов нет алин нет бороды привет текс слушай ну не похоже что здесь может быть ботинки что-то выскочила на него из камышей утопцы но он сумел убежать вдобавок ко всему он потерял башмаки на из по воде прошел здесь чуть жизнь свою не оставил стать о знакомая рожа не вошла кровать не сильно рано было не глубокая кацаный пьяный обоссаный мужик с большим размером ноги так и запишем рассказывала как кузнецов сынок пропал следы ведут обратно в деревню счастливу пайпи вычислил но он отнекивался то все таким у чик-чик башку ты отрубили было такое только мальчонку утопит сожрал и что тогда сделали попались если добрывается я смогу узнать его поранее так я вам сразу скажу что мне просто вот это надо я просто возьму как бы потом верну нет я просто как бы возьму явно видно что дом не бедный я как понимаешь ли робин гуд я эти там богатых и отдаю бедным а я бедный так что я как бы так скажем сам себе сам себе я решил отдать мы подумали я решил что мне это нужнее мой этот ритуал и мне такой не надо страшно какая-то так что ты опа и когтей утопцы это должно быть он так родной поганая рана нарвался на утопцы от тебя и да не только поджигательные мастера строго туда в ответа ну пойдем кузнец тобой поговорить хочет я с ней людьми не разговариваю потому как они ублюдки все а красноледы из них на их хуй же это мне как сороки за золото все сделают мечи курют которыми нам нет вы потом горло режут я говорю послушай говоримся как человек с человеком меня не выдавай я тебе заплачу бабушка у меня представилась недавно продал я ее инструменты кое-что уже потратила что осталось будет твоего ты хочешь сказать я возьму бабки покойной матери пьяная рожа и типа ты еще и дом сжёг нет различие от сорок и краснолюдов и пойдешь со мной что ты меня не подкупишь счастье у меня получишь успокойся и иди со мной ложки нет все брат пойдет открывается сверху и я должен извиниться согласен надо извиниться обязательно неприятности для дурачок я думаю если я просто пробегусь типа что здесь сразу вода что что происходит а все от 3 до 5 деревенский поджигатель собственной персоной и белка ты я с твоей матери ни разу гроша не взял так-то ты меня отблагодарил но с меня хватит солдат на минутку а лет милиция я вам уже говорил мастер ли у нас тут мамкин и джим вам отстроиться как только придет подкрепление материала уже заказали да не в этом дело вот поджигать вас тут мамин поджигатель кого поймал это кузница имела стратегическое значение для гарнизона значит ее уничтожение саботаж значит обойдется без суток на дерево его ой нормально что попили пивка на из раньше студили уж теперь тебя в деревне полюбят уж теперь любись они всем в жопу ты знаешь сперва я тоже нильфов ненавидел теперь вот думаю может хоть они здесь порядок на виду и не научит этих лодырь и мы с другой стороны он хибару сжёг кузню моя награда тем более он же не какой-то утырок вроде что успел вынести жажда на берег наковальне цела кое-что могу выколоть так что если что понадобится скажи сделаю скидку плюс магазин красиво мужские друзей надо обязательно гномиков иметь потому что ну гномики это хорошо приветствую старого клиента чего тебе нужно на этот раз посмотрим все что у него есть и товары покажи что у тебя есть на продажу ну-ка так бро ну я наверное тебе ботиночки свои с багрю до седло есть инструмент вот допустим есть ведьмачий меч но я думаю его можно скинуть вот это пока притормозим куча ингредиентов я к сожалению не помню так это у нас крафт да она собственно вот для чего нужны эти ну это понятно напомню ребят будем уходить скорее всего в легкие доспехи чтобы максимально быстро двигаться ну а там посмотрим во что лучше упороться легкий доспех примерно я понял как создать создание создавать рецепты и так далее или же средний доспех сопротивление урона чудовищ рубящим слушай это вопрос это вопрос так здесь мы покрафтим если что-то нам нужно мусор соответственно принципе все понятно что починить бы да нам не мешал на самом деле все довольно так неплохо ломается сильно дорого стоит 27 монет обалдеть знаем сразу и починим под удары нельзя попадать это прям все ломается вообще прям максимально быстро что будем внимательно будь здоров было ну чтож на самом деле вообще я бы все не продавал а наверное надо разбирать надо вообще все разбирать надо самому все крафтить потому что это моя стихия моя жизнь и конечно же я так друзья мои с вашего позволения я наверное пройдусь по берегу у нас тут солнышко садится и что-то ночью мне если честно не сильно хочется воевать такс можно сделать в принципе зад по берегу да пройдемся вообще посмотрим что здесь у нас есть обезопасим наших жителей и пожалуй сделаю я это на лошадок как-то так побыстрее было два не так быстро так давайте посмотрим может быть здесь кто-то нам попадется у держи ключ потеряла бабушек нет видишь ли этот дом всегда стоял пустой и вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин года и вошел как к себе стою я у окна чтоб посмотреть что дальше будет он должно быть меня приметил потому как гляжу а он ко мне сковородку подрезали прикинь схватилась я за сковородку чтобы если что защититься а этот вежливо так спрашивает нет ли у тебя бабушка березовых коры и ягод черемухи или хотя бы несколько угольков нет говорю а вы должно быть на голову упали чтоб по ночам такие глупости у людей вы спрашивали химик только вижу что он совсем меня не слушает все на сковородку пялиться как сорока на ложку даже говорит бабушка отдам с утра удивилась я немного что он там в потьмах жарить собрался но сердце то доброе у меня вот и дала помню одну историю я тоже так вот обратился и как бы мне смысле безотказный помню женщину было да не понял а что было дальше интересно и что было дальше под утро в дом приехал еще кто-то но утром вышел только тот первый господин закрыл дверь на ключ сел на коня и только я и видела и его и мою сковородку старая была черная от сажи потери то вроде небольшая но другой то нету может ты мне подсобишь золотенький ты ж моя родник у кого-нибудь я это время открою а по правде сказать идти туда боязнь потому как из-за двери спасибо спасибо не на этом нет что я думаю вот второй должно быть там лежать и остался заказы на сковородку у меня еще не было ладно скажу поищу лучше подожди здесь на всякий случай интересное задание миксер ты я не знаю это если ты думаешь то что столько денег ты очень глубоко ошибаешься лишь слишком глубоко и так что спасибо спасибо за донат что она вообще потеряла бабу ли что-то как-то подрезать понятно откуда запах удушен город и остальное старые шрамы у солдата что ты сказал золотко ничего-ничего удушен что мне как-то западло если честно давайте я у нее наверное чертежи возьму что-то как-то не по-человечески бабули тут все подряд подрезать и живет она что-то вот и бесценная сковорода только от драйана и дочерство похоже нашему таинственному господину нужна была не она сара это дома издала души написать письма то дом вора получается она к нему домой стучалась когда я сама собой волнаю говорят я чудная стала тогда как говорится тогда как говорится уже все уже как говорится да если кто-то своровал то мне это нужны я робин гуд кстати я человек простой город и человек простой решил я-то думал это бабушкин дом я отвлекся маленько просто треснувший монокль интересно но что монокль это мне тогда все надо мясо гниющие вы себя ставьте это все сюда прошу моя сковородка моя так ведь она была вся черная от сажи а в эту я бы смотреться могла если бы хотела только уж годы-то не те этому господину была нужна именно сажа он ее счистил и сделал из нее тушь а а то вот второй мертв позови пару ребят и закопайте его за деревней глубоко чтоб трупоеды не вырвали и по хорошему советую не говорить об этом деле нильфгардцем погоди погоди тебе кое-что благодарность причитается возьми сыночек на дорогу пирожки наверно это мне такое надо полчу за красная точка тих-тих-тих-тих тормози родной ты чё там 5 левел волчок ну ка сюда иди а вас там еще и не один максимально быстрый принять опасно опасно дядя стражника вопрос еще нифига тут чё за нападение тут целая принять друзья мои ой 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 тихо 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 сдохни юбка это кто такой это вожак волков что ли тетей лошадка мой а я а ну ка так ножка это здесь за рубится такие кто такой варк это типа наверное какой-то еще надо вы расстроились сразу на бывает печень волк все сюда вы сильного волка о кролике ой лед варя еще родной можно не боговаться спасибо погулик немного ли мы ловим нет сдохнет такое жесткое нападение то я не пойму очень жесткое знаю для чего эти всякие шкурки но может пригодятся они явно должны для чего-то пригодится правильно может в крафте где-нибудь или еще где-то что-то кстати вы заметили что с волков только какая-то разная херня дается особо я не вижу здесь чего-то такое прям что-то мега крутого так ладно лошадку на нашу прыгнем так и надо посмотреть что у нас здесь есть метки что а типа неизвестное место пока еще не обнаружили место или артефакт место или артефакт артефакт это же может быть оружие все что угодно так пойдем чем боец блин ну с другой стороны нас могут как-то да наверное это полюбить там ну и ладно давай попробуем пооткрывать может что-то ну крутой найдем мушкин задание крутые оружие почему нет то есть но это это какие-то я так понял то ли квесты то ли теперь помедленнее даже за херня шевелись по 2 вы парни кто а это который на меня что эти почки напали целый этот так а ну-ка мы здесь наведем порядок так давай сразу волков наверное разберем не вовремя изменил направление атаки давай давай мне как-то лошадка ну сразу а с лошади ваще они сразу отлетают главное попасть с лошади это кто ни хрена севастон парни и ты чё за и благо за типы причем они против волков тоже бьются 6 левел они меня сейчас ваншотят я добегусь ну по одному я дал уж на топот халявный по идее с лошади они мне ничего не сделают наверно очень хотел на это надеяться по крайней мере но может дроп какой-нибудь с них хорош срезали кстати новая запись появилась это что мы их главных лошадки и упасть я красиво мэр здесь конечно науки mount and blade просто пригождают как никогда рассчитывать точную дистанцию до своего противника это конечно полезная вещь уж они так близко городу почему их охрана не как-то ну не прессует те как почему городская охрана рейда на них не делает покажи что умеешь а ну-ка чем и как девочки то бегаем сюда у меня вот этого дать молодого человек понял привет парни когти какие-то с них падают но это алхимический ингредиент кстати кого-то рука рука кстати у кого-то отлетел по-моему слушайте надо про них прочитать что это про за накер и такие прочитаем вы нет так так ну карты мира это понятно как бы это все мы поняли кто такие накер и умение бестиарий ну-ка огры будьте внимательнее мил с даре под мостом завелись накер и если по эти группы не задерживаясь то бояться нечего но ежели у вас там ось телеги полетит ну короче это знаешь такие это типа типа знаешь таких типа гоблинов которые они типа вроде когда видят что опасность они не будут нападать но когда они видят то что мог можно с вас что-то сожрать то тогда тогда уже вам не сдобровать насколько я понял меня вот теперь интересно уже они здесь на самом деле блин их надо было не трогать они и варгов ты посмотри всех порезали уж и ну прикольно то что здесь все бьют всех это мне нравится потому что это огромный плюс я теперь есть вопрос что вот здесь вот такое вот эти жесткие типы здорово орлы не любишь серебро да так пацаны давай грамотный окно их переплать здесь трое геральт и нормально меч убрал но мне так просто для общего интереса ну так в целом вообще легкотня просто вообще просто на изи первая смерть кстати ладно хорошо максимальный левел сложности не дает нам расслабиться с одного удара сразу отлетели мне теперь интересно только одно знаете что мне интересно почему я по ним попадаю сколько в них хп а горят они неплохо понял огонь они не особо любят у одному пол хп я забрал карим они все регенится что я парни идите смысле как так то пацаны одного забрал хорошо аккуратненько теперь еще один вылистал рот хорошо коптимся можно по одному вы реально очень опасные парни юбки они реально регенится они мать его реально регенится уэй пополам просто пополам ну-ка и сюда кредит спокойно отбиваемся отъедаемся тяжелейшие типы на этом уровне сложности они прямо вообще наказывают они прям реально наказывают ну по крайней мере в этот раз он меня не критует это уже радует брат браток заснул ну сколько мне еще ждать для твоя реально регенится ай хорошо а мы освободили локацию получается целую неплохо слушайте это мы целый блокпост под себя забрали ока смотри 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 они ремонтировать тут все начали опасность миновал и и жители вернулись домой дай не за что тушь и работяги сразу домой смотри вернулись все тут понеслась у них а тут еще и торговец появился красиво приветствует привет покажи свои товары покажи свои товары а он алхимик да у нас ну наверно ты купишь всякую может быть ерунду там что-то типа такого цветочки может каким-то лепесточки там еще счета ну да ладно пока задерживаться не будем постараемся все разбивать у кузнеца так где моя полотва кстати кто не знает почему лошадь плотва плотва лошадка иди ксена открываем карту и погнали наверное к следующему такому же знаку вопроса блин а то что на болотах есть знаки вопрос вот это вот вообще нигуд почему нет давайте пройдемся все в принципе рядом находится слушайте но здесь мы ничего не с вами не заработали никаких ништяков они молятся наверно за усопших будем мешать ребят оба кто и был кто кто там был написан по дезертир там у него что-то отлетела я только не понял что но о мамин этот мамкин лучник да я представляю на на такой скорости там наверно просто человек пополам разлетается с мячом махнуть на такой скорости с этой с лошади как бы приятного аппетита что ли там я не знаю там рука чья-то лежит дам ведьма и это ведь ведьма игра суровая суровая оказывается жестко вот этот парень даже не понял вообще что произошло он просто он типа что и как бы все слушайте но особо я ничего не вижу штанишки здесь какие-то сундучок ходничьи перчатки штаны уж ты а здесь мертв да он ленник ребята уже убили вот тут все прям красиво слушайте почаще мне такие попадались хочу с медом делать я понял ну сколько мне еще ждать самое умное что что с медом интересно делать мужичьих на хрен пожар а вот медовые соты были начали раньше так не делал а еще где мед кстати крутая вещь ой болото это очень опасные места это максимально для меня опасные места вот ребята это прям нет ну а мы дальше пойдем по знаку вопроса чтобы нам время не тратить блин на самом болоте здесь конечно же что-то сейчас будет ну ладно баф у нас кстати у нас тут опять волки что полетел один стартанул волки кстати промахнул у нас уж без варга надо варгов найти это трупы варгов надо поискать из них шкуры чтобы и нет включая у меня здесь кроликов подболонули ты мне лошадку то discover не кошмарь а это часто дома такие сюда иди сразу просто так дома на карте типа а но это те же самые до работе кстати мед можно очень круто хавать и мед нам с вами даст постоянный приток еды давайте забежим крестьян слушайте место вот такое для бафа очень крутое очень крутое как-то знаешь типа подбегаешь вам забавался и дальше пошел и кстати очень долго баб висит на улучшение мяча да вы заметили обратили внимание ребят так пойдем дальше на вопросительный знак и что у нас здесь ждет сейчас мы уже узнаем освободили мы с вами держи здесь прям здесь короче прям прям вот болото болото так вот плотва сокровище под охраной сокровище то я вижу охрану не вижу тоже вас так браться кроны а что за кроны это типа круче этого знаете что я не буду рисковать погнали может быть это какие-то круче чем основная может быть это старая какая-то это старая валюта я не знаю я думаю в город в каком городе разберемся что бы и нет так что нам несет следующий вопросительный знак что это такое шевелись плата это место силы отсюда изливается магия может быть место смерти сушь тебя волки вообще-то есть нет что умение персонажа давай с волками не будем завязываться сейчас за звук такой был латва не так быстро так вы заработали очко умений ну чтож давайте во первых посмотрим штаны штанишки-то получше моих будут кстати сейчас все у кузнеца разберем так понять бы на какую так это ремесло по ремесло п эль может быть эль алхимия к к дачке персонажа развитие персонажа уровне получив определенное число очков ну и короче мы типа выбираем мы выбираем по какой ветке мы пойдем она всегда активно так что нам нужно мощные атаки отражает стрелы при парировании отражает стрелы короче типа если я в блок до ушел я даже не знаю наверное вот это наверное мое мнение хотя тут вы посмотрите арт игни алхимия порог передозировки масло изменял химик такой себе может быть мне там по крафтить что-то или еще что-то такое нет арбалета наносит на 25 процентов большая выработка адреналина очки адреналина увеличивают как урон наносим вашим ручь так и силу знаков это крутая вещь каждый элемент тяжелого доспеха так тяжелый доспех что нам дает здоровье и мощную атаку грифона мощь знаков а кота увеличить критический урон и быстрая атаку на 5 процентов чтобы умение подействовало активировать его но это я могу так ну чё о ей накрулись это кстати сейчас будет прям прям вот развитие то есть я теперь если ношу на себе легкие доспехи я каждый элемент дает мне определенные бонуса это не может не радовать давайте пройдемся к этому знаку вопроса знаете знаки вопросы все рядом и очень интересные причем я заметил они все разные задания где-то клад какой-то лежит где-то что-то еще какая-то ерунда происходит то есть что-то охраняется что это ко мне мои клиенты напомню ребят уровень сложности на смерть это одна ошибка вы видели чудом нет будет стоить в воде мне кажется о да нужен ключ а где ключ сундук в воде а ока так ну-ка давай-ка брат мы с тобой потанцуем малейки хорошо зашел домой алхимик ребят из меня всегда был слабенький я наверно предпочту все-таки больше какой-нибудь крафт или ну что-то в этом роде сюда реально смотри а у них тележка утонула тележка с моста улетела пропитанной крови военные приказы какие-то серебряное жерелье знак темирского особого отряда это мне все такое надо так что за приказы приказ сотни ко всякому встречному податели сего письма с сопровождением доставить на север до границы где у оксенфурта их будет ждать отряд ёптить страшно так остальное мы сейчас читаем мы еще по тем квестом с вами не сходили прикольно слушайте но я думаю мы вместе с вами до выберем можно сейчас принципе знаете даже как сделать серию чему посвятить очень интересные квесты может быть вот этот вот островок нам ну вот этот вот вот допустим вот до зачистить то и знаешь как вот вот эта река у нас будет отсекать все квеста мы с вами вот так вот сейчас все зачистим как вы думаете я думаю что всем бы было интересно давайте я вот сюда сбегаю а мало ли а ребят каким вкусняхи здесь будут или еще очень интересно же правильно интересно же я думаю всем интересно они понимаешь они не однотипные где-то сундучок где-то доспехи где-то еще какая-нибудь хрень вот с вами вот штанишки с вами нашли разве плохо прошу и кстати все довольно близко находится я бы не сказал что где-то там наш где-то далеко кушу здесь труботяги работают у нас хорошо вот варгов то надо бы прибирать варги у нас ой хорошо зашло ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой вот это был мне даже так а лошадь испугалась я понял все не так просто на таком уровне сложности я понял 2 смерть хорошо ладно ладно хорошо я думал все будет намного проще он нет не такие уж они все и простые я бы сказал он призрак что призрак понял сюда мне призрака можно спасибо поэтому призраку бы сшивануть оба разочек пока чем призрак контрится дело призрак будь таганом контрится вот так призрак наш первый с вами ребята призрак изумрудная пыль мутаген из призрака и эссенции призрака вы нашли мутаген использовать его чтобы улучшить умение или приготовить особые изделия которые называются мутагеном отваром откройте окно персонажа чтобы узнать больше окей прикольным с отварами мы отдельно поговорим слушайте внезапно внезапно мы так с призраком с вами зарубились и красиво серия все 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 серия говорить так ну хорошо друзья мои это была вторая серия я так думаю третью серию мы также посвятим с вами а вопросительным знаком потому что можно неплохо одеться обуться и узнать много нового об игре а вы как всегда ставьте лайки подписывайтесь на канал и добро пожаловать все полезные ссылочки также как и плейлист найдете внизу в описании к видео удачи ну что посмотрел видос посмотрел и лайк поставил и на канал ты подписался красава удачи братан встретимся в следующем видеоролике а